Сегодня мы делаем обзорную экскурсию по нашему подвалу. Я покажу, что я заготовил в этом году на следующий. Это сделана настойка зизифуса, залита чачей. Это изобылка вино, это 18-го года еще, это позапрошлого года. Это настойка вишневая, тоже залита чачей, вишня. Это тоже зизифус, это тоже вишня. Дальше у нас идет сок томатный. Тут у нас идет настойка перцовая, с перчиком тоже, со своим домашним. Вот, это у нас настойка идет боярышник. Да, это боярышник. Это у нас настойка нынешнего года, 11-го числа, 11-го месяца, 19-го года. Тут у нас идет шиповник, там я смотрю, яблочко. Шиповник, яблоко, потом положил туда еще молотый кофе для цвета и для вкуса. И плюс мед еще. Так, следующее у нас тоже идет шиповник, тоже этим же днем делал. Идет шиповник, яблоко, ну и чача. Самогон виноградный. Тут тоже идет вишневочка в трехлитровой банке, вот, тоже залито самогоном. О, вот такая красивая. На свет можно посмотреть. О, такое прям, в баночке все закатано. Так, вот у нас еще осталось с поза того года коньяк. Это самодельный коньяк. Выдержка один год. Это в дубовой бочке я выдерживал. Это вот все остатки роскоши. Осталась такая вот бутылочка, так, на всякий случай, для гостей. Вот, вино красное, вот этого года, залито, вот, написано, 6, 10, 19. Это красное вино. Белое вино тоже залито, вот, в пятерочках. Надо заливать, чтобы воздуха не было, чтобы оно не бродило. Проверить можно вот так. Если проминается, значит, оно не бродит. Здесь тоже вино, то же самое, вот, белое вино. Вот оно на цвет такое. Это с белого винограда сделано. А, еще про шампанское я забыл сказать. К Новому году я еще сделал шампанское. Вот он у меня стоит. Лежит, вернее, бутылки в таком положении. Вот, это с яблока. С вина сделано шампанское. Потом с красного вина сделано. Буква Ш, это вот шампанское я подписываю. Вот оно бродит, видно, что очень твердое. Его нельзя шевелить. Вот специально кирпичиком подпер, чтобы не каталось. Вот. Оно мне изготовлено 20.09. Ой, зря. Конечно, покатал. Ну, ладно. Показал вам. Потому что там осадок. Вот, его потом надо снимать, сейчас осадка будет. Но это к Новому году я сделал. Как раз за два месяца оно у меня сготовится. Вот еще вам хочу показать. Меня друзья с Урала привезли вот такую бутылку. Хочу в нее чачу наливать. Вот. Такая бутылочка хорошая. Потом где-то на стол поставить можно будет. Еще вот у меня дубовые бочки. В них я заливаю ликеры водочной изделия. Вот, например, в этой бочке, в 20-литровой дубовой, в ней у меня залита виноградная чача. Но это будет коньяк. Уже выдержки три года. Еще даже ни разу не открывал. Вот он уже три года выдержки. В этой 15-литровой бочке у меня был кальвадос. Вот. Ну, он уже закончился. Получилось, вот, коньяк получался. Осталась только вот 0,5-я бутылка. Ну, пол-литровая. Последняя, так, для гостей. Вот эту бочку я приобрел в этом году. Тоже 20-литровая. В этом году я в нее залил белое вино. 20 литров. Тоже будет выдерживаться год хотя бы. Насколько хватит выдержки. Ну, вот это, это уже, конечно, там коньяк будет хороший. Уже три года держится. Дочки, дочки на свадьбу. Сейчас мы продолжаем показывать, что у нас еще есть в подвале. Вот борщевая заправочка такая есть. Борщ варишь, туда все кладешь. Очень вкусно. Дату ставим, чтобы было видно, когда что изготовлено. Вот. Дальше мы еще сделали вот такие помидорки дольками в желе. Тоже очень вкусно. Вот. Что у нас еще? Тоже как борщевая заправочка идет. Так, вот это что у нас такое? Икра написано. А, это икра. Да, вот икра. Тоже дату ставим и что там находится, чтобы не забыть. Вот. Помидорки у нас вот еще есть такие в собственном соку. Правда, их мало. Одна баночка всего получилась в этом году. Вот. Помидорки черри. Вот такие вот маленькие, там с перчиком. Остренькие. На закуску к чаче очень хорошо. Так, вот это у нас тоже изготовлено ко второму бакат называться. Там у нас идет фасоль, что еще? Баклажаны. Фасоль, баклажаны. Помидоры. Помидоры. Ну, очень всего много вкусного. Это все овощи. Так, вот у нас что? Мы еще кабачки закатывали соленые. Вот еще кабачки здесь есть тоже в трехлитровых банках. Разные белые, там зеленые, полосатые. Тоже перчик. Чили кладем. Вон, как красиво, как глаза получилось. Вот. Потом вот это у нас, не помню, что за закуска. Кабачок написано. Острый кабачок тоже очень вкусно. Тоже как ко второму и как... Можно просто так даже с хлебушком кушать. Изготовили вот такие еще зизи фуз. Так называемый финик. Будет у нас, как называется? Как маслины. А, да, маслины. Попробуем. Это в этом году первый раз мы такое сделали. Вот. Дальше что еще могу показать? Огурчиков у нас своих в этом году было мало. Вот мы сколько закатали огурчиков. Вот трехлитровая баночка есть. Вот с помидорками тут маленько. Тоже перчик кладем. Вот с помидорками, чтобы красиво тоже как дату ставим. Чтобы было видно, когда мы сделали год, число. Яблочки маленькие вот тоже есть. Компотик. С черешни. Вот это варенье уже с черешни. Это варенье у нас... Из абрикоса. Сейчас почитаем. Да, жардель. Это вот даже написано. Мы так пишем. Жардель. Это абрикос. Дикий. Дикий, да. Это же дикий абрикос. Кукурузка вот маленькая тут есть у нас. Это вот я не помню что. Ирина, что это у нас такое? На самой верхней полке. Да. Это из баклажан икра. А, икра из баклажан. Тоже со вторым можно. Так просто кушать. Это у нас айва в баночке. Ну, тут варенье тоже вот есть даже. Вишневое варенье есть. Ну, тоже маленькие вот баночки. Вот еще тыквы у нас в этом году тоже наросли. Правда, немного. Мы уже много съели. Делали вот такие тыквы в духовке. Вот так отрезали. Семечки убираешь, фаршируешь. И в духовке делаешь. Вот такие вот маленькие. И очень вкусно получается. Ну, это маленькое. Это на двух человек. А побольше чуть. Там хорошие. Ну, вот тыковки тоже свои. Будем кушать зимой. Вот это наши запасы. Всего доброго.